Хотел бы подоставить слово замучению директора института правы национальной безопасности и на практической хозяйстве конструкции. Протест, потому что сейчас на этом году можно. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Именно на комитете поскольку мы с вами в Академии Академии Курок и в рамке их снаходимся на одной улице и даже в категории предыдущий коллега представлял категории государства и академии государства и безопасности и также содержит такую же награду, которая недавно возникла у нас на базе категории безопасности. Уважаемые коллеги, я хотела бы представить вам результат научного исследования, который мы делали в течение последних лет и касается разработки метода коммуникативного алдина. К чему мы обратились к этой тематике? Конечно, основные посылы это осмысление теорий и методологий мягкой силы, цветных революций, гибридных войн и так далее. Как бы с политологической точки зрения эти процессы достаточно глубоко изучены и используются и военной наукой, и в государственном направлении. А вот то, что касается глубинного содержания, которое порождает те процессы верхние, с которыми мы работаем, вот до этого у нас пока и не доходят. Хотя наши коллеги, скажем так, из лингвистических направлений, как мы сегодня об этом говорили, также пытаются этим заниматься, но обмен информацией о том, как это делается, с чем мы должны взаимодействовать или по какой площадке, у нас, к сожалению, разлика недостаточно, на мой взгляд. К чему мы изначально обратились? Обратились к тому, что мы поменяли представление об информации, в следующей статье, пути добры, об информации и выделили ее основное свойство, в отличие от того, что нам дают техническая информационология, как способность отобавшейся от объекта отражения существовать автономно и становиться содержимым сознания, памяти и управлять далее человеческим поведением, процессами и так далее. На основе этого свойства мы по-другому несколько посмотрели на информационное взаимодействие, как на процесс передачи смысла, значений, образов и эмоций. И в соответствии с тем, что разработано до нас, предлагаем рассматривать этап информационного взаимодействия как бы двухсоставно. Первый этап – есть факт, и мы должны обнаружить смысл в этом факте, поскольку сегодня народ, как обобщенно говорит, вот видимо факты воспринимает действительность, а смысл изъять оттуда и второй этап – обнаружить ценностную составляющую, вот на это у нас и это всегда хватает и образования, и воспитания. Чтобы двигаться дальше, мы обратились не просто к общей теории информации, остановились только на одной следующей слайде, пожалуйста. Тематической теории информации, основоположником которой во внутрь является профессор, Нанимов наш, отечественный профессор. И он представил наш мир, всё, в чём мы живём, в виде семантического поля. Я на слайде перечислила несколько определений и характеристик, которые выделяются, но на наш взгляд здесь самое главное, что мы погружены в смысловое пространство, смысловую среду, и более того, она не просто пространство и среда, она имеет полевую структуру. Среди вас многие знакомы с теорией поля, в разных других, или физическое поле, или электромагнитное поле и так далее. Вы можете себе это легко представить. Самое главное, что информация считывается с любых носителей, даже с воздушного пространства, в котором мы находимся, всем человеческим существом, а не только средства информации, коммуникации, как у нас принято считать. Семантическая теория информации активно используется в социальной информационной антропологии. Мы у себя на кафедре и на факультете национальной безопасности активно пытаемся развивать это направление, к чему я специалисту присутствующую. Здесь также приглашаем. Следующий слайд, пожалуйста. И, развивая теоретические направления, мы сформировали определенный тезорус, который основывается на представлении о том, что такое информация, как сущность движения, которая приводит к любому изменению, с которым мы не сталкивались. На основе поэтапного исследования, трансформации, собственно, самой информации, мы сложили вот такую пирамидку. Ее нужно представить как пирамиду, потому что в центре у нас будет находиться, выделенный белым, это такой информационный треугольник, и уже от него мы выстраиваем все прочее. Считываем по уровням, я кратко буквально объясню. Первый уровень читаем. Хаос, гармония и целостность создается в процессе изменения движения информации. На втором уровне считываем синергия, гомеостаз и устойчивость в системе восприятия, коммуникативной системы политической, военного и прочее. На третьем уровне у нас возникает интенция, мыслительная направленность американцев на нас, что нам предлагают, и что там скрыто на самом деле, что мы могли распаковывать. Когниция, знание об образе жизни или о чем-то. И это замыкается на понятие коммуникативность. И, наконец, последнее, это, четверочка, информационная субъектность человека, который способен воспринимать информацию, адекватно ее отреагировать и соответствующим образом вести на основе чего? Познание факта и его осмысления. Следующая субъект, пожалуйста. Понятие информационной субъектности достаточно сложное. И вот то, что мы сегодня утрачиваем, когда мы говорим о том, что народ подвержен агитации, подвержен манипуляции, подвержен вовлечению, в протестное настроение и так далее, это легко заводящийся механизм. И технологи это знают, на какие точки нужно надавить. Поэтому наша задача сегодня воспитывать такого человека, который бы обладал вот этим свойством информационной субъектности. Он сам производит ту картину мира, которая соответствует национальной интересам, национальной безопасности того государства, в котором он живет. Вот здесь хлопаются все предыдущие восстановления и подходы необходимости наличия идеологии и необходимости формирования выкупла тех ценностей, на которых мы воспитываем молодежь и не только молодежь. Интегральным показателем в этом смысле является так называемый информационный метаболизм. Что это такое? Мы знаем, что есть вещественный метаболизм, с ее выработалась энергия. Мы сегодня живем за счет информации. Сколько мы информации потребим, такими мы и становимся. И вот работа с эффектами информационного метаболизма еще одно направление, с которыми может очень активно работать и водяная наука, и гражданская. Следующий слайд, пожалуйста. Если мы отталкиваемся от представления информационного метаболизма, как способность индивида воспроизводить мир в соответствующем информационном вводе, в языке, который существует, мы закладываем его как бы в серединку, то есть структура, которую мы рассуждаем. На основе информационного метаболизма формируется информационная субъектность. На квадрате там дается расшифровочка. И от того, как человек воспринимает мир, способен и физически, и духовно воспринимать, у нас формируется информационная идентичность личности или социальные группы. Потом у нас это играет еще на следующий уровень. Ну и, наконец, информационный менталитет. И еще раньше у техновей есть такой исследователь, Сатуре Ветер, который выделил несколько информационных менталитетов. И вот мы с великациями не бьемся вообще ни пак. Поэтому технологии, которые нам предлагают и накладывают на наш социум с тем, чтобы мы как бы следовали по этому пути демократизации, он у нас не прививает и не может быть привит. Иначе это ведет к слому того социального культурного кода, о котором нам в свое время и неоднократно уже говорил наш президент. Следующий слайд. Посредством чего реализуются... Ребята, следующий слайд. Мальчики. Спасибо. Следующее, о чем мы говорим. Посредством чего реализуются те конструкты, те технологии, с которыми мы работаем. В общем-то, их всего два. Если у нас семантическая безопасность, то это культура, это язык. И причем, когда мы рассуждаем, что кривично, что вторично, конечно, язык. Поскольку язык является движущей силой любого другого информационного взаимодействия. И здесь я тоже приведу одну цитату. Есть такой господин Сатернет, который говорил, что для того, чтобы нам попасть в противника, в страну, в мишень, если мы прогрессоры, то, цитирую, мы внедряемся в их сознание, модифицируя главный инструмент мышления – язык. Язык. Вот отсюда наш вопрос. Культурно-лингвистическая безопасность. Культурная безопасность есть? Лингвистическая у лингвистов, не у нас. Это наша площадка, куда мы непременно должны прийти. Следующий слайд. В какой форме возникает или реализуется культурно-языковая экспансия? Прежде всего, ну, здесь названы всего несколько. Поскольку вы люди военные, то теорию экспансии и основные методы экспансионизма вы прекрасно знаете. Переносим эти теории в ту сферу, которая нас сегодня чрезвычайно должна интересовать. Мы имеем то, что имеем. Мы предлагаем следующий слайд. Некоторую формулировку, что же такое культурно-языковая экспансия. Эта формулировка и определение не абсолютно. Она открыта к обсуждению. И будет даже очень хорошо, если бы вы высказали свои осуждения для того, чтобы вы могли думать. Нам вообще-то можно это понятие вводить в научный оборот или нужно с ним еще очень крепко работать. Самое главное здесь, что вторая часть, что это организационная система непрямой агрессии одного или более государства, которая нацелена на внедрение образцов жизнедеятельности субъекта экспансии. Вот мы эти выводы делали, когда исследовали культурно-лингвистическую экспансию очень милой страны, Франции, на территории России. Очень милая страна. А дальше вот то, что мы вытаскиваем из тех внутренних интенсий, которыми сопровождается их информационное пространство. Может показаться, что вот это определение пересекается с понятием мягкой силы и так далее. Но мы с вами знаем, что мягкая сила — это купитель скорее какой-то, да, который определяет силу, что она мягкая, и все. А содержательная часть, она так же скрыта, как и все, что предлагают нам наши, не скажу, что партнеры, но навязывающие нам терминологии, политической науки и геополитики и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Можем ли мы управлять процессами культурно-языковой или культурно-лингвистической экспансии? Можем при условии, если мы технологиями, я для себя обозначила, знаете, как когнитивная или коммуникативная сейсмология. То есть если мы замечаем семантические смысловые сдвиги, которые происходят в коммуникативном пространстве, это и молодежь, это и взрослое поколение, это и военная среда. Вот в другой ситуации мы бы с вами проанализировали военный дискурс и обнаружили там очень много интересных вещей. Что интересно здесь, понятие семантический сдвиг фактически всегда интересовал только лингвистов и людей, которые занимались языкознанием. Я как-то на этой площадке попыталась сказать, что извините, это не только в нашей категории, но и наша в большом смысле. Ну, кроме вот подбивания, не знаю, чем там критика, я ничего не получила. А на самом деле сегодня очень перспективное направление, слава богу, на ней и по этому пути уже пошли несколько специалистов. И даже научная школа формируется. Следующий слайд. Для того, что надо уже закончить, позавершить. Завершать, последний момент. Представление о том, что такое аудит, спорная категория в экономике, да, юриспруденции, да, коммуникологии и в информационных процессах почему-то нет. Специально даю это определение. Следующее. Разводятся понятия аудит информационный и коммуникационный. Это ведет уже прямое отношение, в том числе и к освещению деятельности армии через следство массовой информации и по работе пресс-служб и пресс-центров, в которых существует, ну, по всей системе военного ведомства. Мы вышли на понятии коммуникативный аудит. Следующий слайд. И в понятии коммуникативный аудит мы уделяем самое главное, что, как по всякому аудите, наличие эталона. Наличие эталона языкового, коммуникативного, культурного, который помогает определить того самого эгиловца, который сбрил бороду и влился в нормальный процесс. Вот с бородой мы его познаем как таковой, а в нормальном процессе как понимаешь? Эталон. Что может быть эталоном? Эталон, это, значит, здесь тоже у нас есть определение, культурная принадлежность. Его идентификация, национальная идентификация, которая завяжена на патриотическое воспитание и прочее. Ну, и, наконец, времени не остается, если коллегам будет интересно, я вам поподробнее расскажу об исследовании. Следующий слайд, он будет последним, больше ничего открывать не будет. Это когнитивная модель коммуникативного аудита военно-гражданских отношений. Исследование проводилось в течение трех лет на материале призывных компаний и формирование допризывного и призывного контингента по России. По России в основу заложено многосоставный гомеостат, вы его видите, который сформирован на основе снятия противоречия, об этом тоже сегодня говорили. Методологи у нас есть, если кому-то будет интересно, с удовольствием поделюсь. Большое спасибо.